здравствуйте дорогие мои друзья уважаемые подписчики рад новой встрече с вами по техническим причем меня получился небольшой перерыв но сейчас все нормализовалось я думаю что будем регулярно встречаться с вами в эфире и подчеркиваю что я рад новой встречи с вами и сегодня я хотел поговорить с вами об одном очень очень важном событии которое произошло в казахстане 4 апреля вдруг контрразведка сообщает всему мировому сообществу всем казахстанцам о том что работники спецслужбы контрразведки пресекли покушение на главу государства республики казахстан президента токаева и это вызвало конечно большой ажиотаж у всех казахстанцев я думаю что многие как и я лично не поверили кому нужен токаев в этой ситуации для того чтобы нужно было покушаться на его жизнь но вместе с тем контрразведка доводит определенные данные и мы видим на видео когда группа захвата приходит домой причем что характерно как вы видите на этом видео один сотрудник просто открывает дверь и все заходят в квартиру и захватывают этого человека который покушаться хотел на главу государства республики казахстан а а а 5 минут для партнер, 5 минут 10, 6, 8 минут. Ну, я думаю, что обычно спецслужбы не так входят в квартиры, где находятся государственные преступники, тем более лица, которые покушаются на жизнь главы государства. Я думаю, это сопровождается определенными моментами. Взлома, взрыва и так далее, дверей. Но здесь было все очень инсценировано, очень хорошо, грамотно. И вдруг показывают на ручниках уже этого высокого, ну, не видно какого молодого человека, но стройного высокого человека. И показывают массу денег, в основном зеленые, как я понял, на столе лежали. И было объявлено, что вот этот человек готовил покушение на главу государства и многих других государственных деятелей Республики Казахстан. И обнаружили в ее квартире снайперскую винтовку иностранного производства. Ну, я хочу конкретно сказать, что это просто была сказана такая фраза, для того, чтобы усилить момент, что вот он готовился заранее, винтовка иностранного производства. Ну, у нас в Казахстане не делают снайперских винтовок, поэтому в любом случае была бы снайперская винтовка иностранного производства. Но, как потом выяснилось, оказывается, что эта винтовка была провезена из Украины, была изготовлена на Украине. И этот человек, который имел желание покуситься на жизнь нашего главы государства и других руководителей, ответственных руководителей страны, является гражданином, ну, имеет второе гражданство Украины. Ну, естественно, Служба безопасности Украины никак не могла принять такого решения самостоятельно. Конечно, была дана отмашка от ее руководителей. Это была Британия, и Российская Федерация пошла уже дальше. И средства массовой информации Российской Федерации говорят о том, что они нашли след, который ведет Британию. И там были лица, которые непосредственно руководили этим процессом к Службе безопасности Украины и человеком, который был в конечном итоге контрразведкой арестован. Я сразу вспомнил одну ситуацию. Ну, как у нас в народе говорят, когда мужчинам не хватает лоска, они лысеют. Когда женщинам не хватает внимания, то они начинают оголяться. Я думаю, что в этот момент Токаев захотел лично большего внимания со стороны граждан Республики Казахстан, поскольку любые лица, которые преследуемы у нас в стране, они, конечно, имеют свою популярность среди населения Казахстана. Я думаю, что ничего нового Токаев не изобрел. Я вспоминаю 2001 год. Конец года мы сидим руководители регионов, силовые структуры, руководители администрации президента, премьер-министр, спикеры палаты парламента. И вдруг ни с того ни с сего, но султан Назарбаев говорит, слушайте, поворачиваться к Аману Шабдарбаеву, «Ну а что же вы раскрыли преступление, подготовку покушения на меня, а нет никаких сообщений в печати? Что же вы скрываете в свои доблестные труды?» Ну, мы все переглянулись, мы ничего подобного не слышали. Ну, на следующий день в средствах массовой информации выходит информация, что да, на султана Назарбаева были подготовлены два покушения на жизнь султана Назарбаева, и в течение трех месяцев эти покушения готовились, однако охране удалось обеспечить безопасность султана Назарбаева. По словам начальника департамента службы охраны президента Азимхана Джусипова, покушения были связаны с общей ситуацией, складывающейся в последовательном центрально-азиатском регионе и в мире. Как видим, в тот момент султан Назарбаев бесспорно хотел увеличить количество охраны, а для того, чтобы народ не возмущался, тогда народ еще мог говорить прямо, открыто, откровенно, но здесь определенная информация, что вот два покушения готовились, то необходимо усилить охрану на султана Назарбаева. Естественно, количество охраны увеличилось, кортеж удлинился, и на султан Назарбаев, как и все руководители государств Российской Федерации и других государств, получил кортеж, тот, который ему необходим был, не просто машина сопровождения ГАИ, не просто сигнальная машина, не просто два джипа с Абурбан за машиной на султана Назарбаева следовали, но еще была служба охраны, которая на всякий случай охраняла на султана Назарбаева. И вот в этой ситуации я хочу сказать, что Токаев ничего нового не изобрел, и поскольку сегодня его имидж подшатнулся, то они решили использовать такой-то вариант. Но с султаном Назарбаевым было и продолжение. Это было 16 декабря 2001 года сообщение, а в начале января 2002 года вдруг председатель КНБ Дудбаев сообщает еще о двух покушениях, которые готовились на султана Назарбаева. Но все это было понятно, для чего это необходимо было делать, для того, чтобы поднять имиджу султана Назарбаева, что за ним охотится, и он такой смелый, откровенный. И параллель непосредственно проводится между Токаевым и Назарбаевым, поскольку они одного поля ягода. И поэтому я думаю, что в этой ситуации нет необходимости серьезно относиться к этим вопросам. А если посмотреть дальше, то мы видим, что за этим кроется совершенно другая ситуация, когда 31 марта в Тбилиси готовилось подписание меморандума о создании коридора Восток-Запад, и четыре представителя государств, это Турция, Казахстан, Азербайджан и Грузия, должны были подписать данный меморандум, который, в общем-то, затрагивал ситуацию, которая очень больно била по Российской Федерации, о влиянии Российской Федерации. Это подписание меморандума, открытие коридора для транспортировки углеводородов, которые должны были транспортироваться по этому коридору, должны будут транспортироваться по этому коридору, и заметно уменьшает влияние Российской Федерации и ее монопольное влияние. Это началось намного раньше, в 2008 году, когда руководство Великой Британии и Соединенных Штатов Америки решили использовать вот этот коридор и как-то ран использовать Эрдогана в дальнейшем для того, чтобы решить этот вопрос и уменьшить ответственность или влияние Российской Федерации. И главное – получить доступ к углеводородам Азербайджана, Казахстана, даже Туркмении. И, естественно, те углеводороды, которые добывались в огромном количестве и планировалось добываться в еще большем количестве – это Карачаганак и месторождение Кашаган. И все эти углеводороды должны были транспортироваться в Европу вот по этому коридору, переходить в Турцию. И Анатолия Турецкая должна была стать таким огромным хабом нефтегазовым, который позволял бы все эти углеводороды центрально-азиатских республик отправлять в Европу через Турцию. Нужно было отвлечь внимание. В этот момент времени появляется информация о том, что первый заместитель главы администрации президента Тимур Сулейменов на полях 19-го заседания Комитета сотрудничества Республики Казахстан и Евразийский Союз, прошедшего 31 марта в Брюсселе, и вовсе можно сравнить с эффектом разорвавшейся бомбы заявлений Сулейменов на полях, где он конкретно говорит, что мы не поддерживаем, не признаем аннексию Крыма, не признаем ЛНР, ДНР как самостоятельные республики, выступаем за территориальную целостность Украины, и мы не участвуем в военных действиях, мы применяем, поддерживаем санкции Европейского Союза и мирового сообщества по отношению к Российской Федерации. Это было как эффект, можно сказать, разорвавшейся бомбы, потому что было непонятно, почему именно замруководителя администрации президента выступает на этом саммите и говорит такие вещи, причем в конце он сделал такой, я бы сказал, месседж в сторону Европейского Союза, что он встречался с еврокомиссаром, который сказал, что в этой ситуации ваша позиция понятна, и если вы будете занимать такую позицию, что при освобождении или при выходе компаний из Российской Федерации вы представите им возможность работать на территории Казахстана, для того, чтобы можно было создавать рабочие места и этим компаниям полностью не сворачиваться, а продолжать работу в Казахстане, то мы ничего против не будем иметь, как сказал Валдис Домбровский, что бизнес есть бизнес, нет никаких проблем. И этим самым я думаю, что от выступления заместителя, руководитель администрации президента в Брюсселе отвлекло внимание, Казахстан спокойно с тремя представителями государств подписал эту декларацию, которая позволяет в дальнейшем открыть этот коридор восток-запад, причем они используют восток-запад под предлогом того, что продукция пойдет в Китай и из Китая, но это маленькие уловки, которые делают возможным то, что необходимо решить. А в общем-то это всем ясно и понятно, что это желание Англии и Соединенных Штатов Америки забрать все углеводороды из этих стран центрально-азиатских, а Турция, конечно, горит желанием поработить все эти страны, понимая, что они будут являться конечной страной, которая будет управлять все углеводороды, добытые в этих странах, по назначению, и все это будет проходить через Турцию. Конечно, это было важное событие, которое имело место, но вместе с тем, как бы Брюссель заявил просто заместитель, руководитель администрации президента, но мало ли, что заместители, руководители администрации президента говорят, главное, что говорит глава государства. А на следующий день, как мы знаем, глава государства напросился на телефонный разговор с Путиным, где объяснил всю ситуацию, и, естественно, было сказано, что все это направлено на улучшение положения дел в пользу дальнейшего развития наших отношений и оказания помощи Российской Федерации при удалении санкций. А на самом деле, Тукаев, конечно, напугался очень серьезного заявления сенаторов, когда сенаторы заявляют за океаном о том, что необходимо рассмотреть возможность наложения санкций на продолжатели дел на султана Назарбаева, такого же диктатора Тукаева, и надо рассмотреть все эти вопросы, если необходимость такая будет, и подтвердятся те информации, которые владеют сегодня сенаторы Соединенных Штатов Америки, то наложить санкции и на Тукаева. Это желание уйти от этих санкций, уйти от санкций от Казахстана, которые могли наложить Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз. А если посмотреть, то господин Тукаев в начале этого года уже заработал конкретное предостережение от Европарламента, была принята декларация по вопросу расстрела мирных граждан, который дал Тукаев стрелять без предупреждения на поражение, и погибло много мирных граждан, которые, конечно же, депутаты Европарламента предлагали провести международное расследование, выявить все причины и наказать виновных. Но Тукаев отказался от международного расследования, понимая, что все это обернется против него лично и его команды. И вместе с тем, понимая, что, насколько он дипломат, прекрасно понимает, если же Сенат, Закеанский Сенат, этот вопрос однажды поднял, то он никогда не отступится от этого вопроса, и история доказывает это. Я думаю, что сенаторы будут продолжать эту работу по выявлению всех факторов, которые Тукаев и Казахстан сегодня каким-то образом оказывают помощь Российской Федерации. И если это расследование подтвердит хотя бы какие-то факты, то, конечно, будут приняты соответствующие санкции по отношению к руководству Казахстана. Ну и что, конечно же, не хотелось бы, чтобы были приняты санкции по отношению к Казахстану. От этого будут страдать только невинные граждане Казахстана. Но вместе с тем, после того, как Тукаев расстрелял без невинных людей Казахстана, население могло бы потребовать отставки Тукаева и замены руководства Казахстана. На сегодня понятно, что Тукаев ведет свою игру и думает, что он как великий дипломат, как он себя представляет, профессионал в дипломатическом мире, что он обыграет и Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз обыграет, и Россию в какой-то мере степени обманет, найдет новые рынки сбыта, обойдет Российскую Федерацию. Ну, честь и хвала, я понимаю прекрасно, я всегда ратовал за ликвидацию монополии в каком-либо не было вопросе, а тем более в транспортировке углеводородов за пределы стран, где добываются эти углеводороды, я всегда говорил, что этого не должно быть, что должна быть доступ по существующим или имеющим место коридорам транспортировки этих углеводородов к месту их назначения. Но вместе с тем Тукаев, понимая, что в этой ситуации он не сможет выйти чистым из воды, как говорится, сейчас вот начинаешь понимать, глядя на то, какие разворачиваются события вот на этом транспортном коридоре восток-запад, Закавказье, Турция, Казахстан, Туркмения, то сразу понимаешь, почему такая активность была в Турции в отношении новой войны Нагорно-Карабахского конфликта, когда Турция вмешалась в этот конфликт, очень сильно поддержала Азербайджан, и все это сводилось к тому, чтобы понудить Армению для того, чтобы запустить железную дорогу вот на этом коридоре соответствующем, и они добились своего, Армения дала согласие на запуск этой железной дороги, и в этом плане получается, что этот коридор будет действовать и как нефтепровод, как газопровод, газопровод намечается мощностью всего 31 миллиард кубических метров газа в год должно транспортироваться по этому коридору, и понятно, что в этой ситуации и Великая Британь, которая сегодня заинтересована в этом самом получении углеводородов, и Турция, которая стремится влиять на страны Центральной Азии, которые стали самостоятельными, но я думаю, что в мыслях у Турции, конечно же, поработить эти страны. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что Казахстан может попасть непосредственно в зависимость от Турции, и мы видим, как это все происходит, и как это все делается. И думаю, что те действия, которые сегодня ведутся по всем этим вопросам с точки зрения транспорта углеводородов, распределения углеводородов, то Тукаев, понимая, что сегодня отношения с Евросоюзом у Казахстана сложились благодаря Насултану Назарбаеву своеобразные, что эти страны Евросоюза получали углеводороды из Казахстана по заниженным ценам, и, естественно, получали от Евросоюза машины оборудования и все, что необходимо, и товарооборот по прошлому году составил 28,9 миллиарда долларов, даже больше, чем товарооборот с Российской Федерации, хотя львинная доля машины и оборудования поступает из Российской Федерации, в Казахстан мы это видим прекрасно, Казахстан экспортирует сырье, получает машины и механизмы, запасные части, конкретную товарную продукцию, правительство Республики Казахстан во главе с Султаном Назарбаевым за 30 лет не смогло развить соответствующее производство продукции, не смогло встать на уровне технически развитого государства, торговать не только сырьем, но и машинами и механизмами, то Каев продолжает эту политику, и я уверен, что она и на будущее пойдет именно таким же образом продавать сырье, получать деньги, развитие промышленности будет оставаться на том же уровне, но я хочу отметить, что Тукаев сегодня мечется между Евросоюзом, поскольку он зависим от Евросоюза целиком и полностью и Российской Федерации, но время подходит к такому моменту, когда Тукаев должен сказать «Я с Российской Федерацией или я с Евросоюзом?» И нужно будет конкретно заявить, что я полностью поддерживаю санкции Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, а мы видим, что после того, как заместитель главы администрации президента в Брюсселе высказал свои конкретные видения того, какую политику будет вести Казахстан по отношению к войне на Украине и санкции по отношению к Российской Федерации, принятой Соединенных Штатов Америки и Евросоюзом, то не замедлили они объявить Соединенные Штаты Америки о том, что им нравится такой посыл заместителя главы администрации президента, даже не главы государства, а зам главы администрации президента устраивать Соединенных Штатов Америки, та позиция, которую огласил этот ответственный работник, откровенно говоря, он ни за что не отвечает, он просто прокукарекал то, что сказано было ему, донести до мирового сообщества, но вместе с тем это имело большой резонанс, и Токаев сегодня, я думаю, что займет такую позицию, когда нужно будет выбирать, с кем ему быть. Если он выберет Евросоюз Соединенных Штатов Америки, разрыв с Российской Федерацией, то, конечно, экономика Казахстана не справится с этой ситуацией, всем ясно и понятно. Если Токаев выберет Российскую Федерацию, то Евросоюз Соединенных Штатов Америки примут санкции по отношению к Казахстану, и Казахстан вновь не справится с той ситуацией, в которую он попадет. Не исключено, что может возникнуть новый взрыв, как было в январе месяце, народа, но тогда народ уже не остановится, он уже, понимая, в чем будет причина, и кто виновен будет во всех этих действиях, хоть в той ситуации, хоть в другой ситуации, то, естественно, народный гнев будет направлен на руководство страны, и я думаю, что вот этот гнев, этот взрыв, он снесет нынешнее руководство, поскольку он и так не избранный народом президент, но действующий президент, и как хитро контрразведка Казахстана и спецслужба Российской Федерации обыграли этот вариант, вы посмотрите внимательно, что этот агент, который должен был провести покушение на Токаева, он оказался гражданином Украины, второе гражданство у него украинское, и он связан со службой безопасности Украины, СБУ. В этой ситуации Токаев может сказать, что вот я беседовал с Зеленским, я высказывал ему свое соображение, я понимал, что необходимо поддержать Украину, но служба безопасности Украины уже действует против меня, уже готовит покушение на меня, как я могу содействовать или работать в пользу Украины, этого не может быть. А когда спецслужбы Российской Федерации выявили следы, которые привели к британским силовым структурам, то естественно у Токаева также развязались руки по отношению к санкциям, которые поддержала Британия по отношению к Российской Федерации. Как мы видим, это сделка, которая была произведена между Токаевым Российской Федерацией. Хотя я сказал бы так, что режиссюра была очень скверна, постановка и того хуже. Можно было бы, учитывая ситуацию, которая сегодня имеет место в мировом сообществе, отработать так, чтобы не было возможности, если хотели, спрятать концы в воду, чтобы не было никаких, ну, по крайней мере, зацепок для того, чтобы можно было обвинить Казахстан в подделке всех этих дел. Ну, даже на это не хватило Токаева и его специальных служб. Это еще раз подчеркивает, кто сегодня руководит нашей страной, республикой Казахстан. И встает вопрос, конечно же, о смене главы государства в Казахстане. Я думаю, что дальнейшая вся политика и деятельность Токаева, она докажет свою несостоятельность и народ Казахстана встанет перед конкретным выбором замены главы государства и того режима, который продолжает сохраняться после ухода из политики Нурсултана Назарбаева. Дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, чтобы как можно больше людей узнало правду, которая имела место и имеет место в данном вопросе. И до новой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok